Добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад будет носить тоже ознакомительно отчетный характер, в котором я хочу представить один из аспектов деятельности Казанского федерального университета в сфере профилактики религиозного экстремизма, а именно осветить направление и результаты деятельности информационно-конституционного центра «Диалог», который был создан с целью активизации реабилитационной работы с лицами, отбывшими наказание за преступления экстремистского и террористического характера и осознавшими ошибочность прежних взглядов в направлении их реабилитации. Начну с того, что подготовка к реализации данного проекта была начата во второй половине 2016 года в рамках исполнения утвержденного президентом России Путиным комплексного плана продвижения идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы. Эта работа вела с тесным взаимодействием с аппаратом антитеррористической комиссии в Республике Тарстан. Площадкой, на базе которой планировалось развернуть деятельность данной структуры, был выбран ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования Института международных отношений и истории Востоковения Казанского федерального университета. В течение подготовительной работы были проведены совещания с экспертами из области профилактики и продействия межрелигиозного и межнационального экстремизма, специалистами в сфере реабилитации и адаптации бывших осужденных, психологами и практиками, имеющими опыт работы в соответствующей категории лиц, осуществлялись неоднократные встречи с бывшими членами различных деструктивных религиозных культов, некоторых из которых удалось привлечь к работе ИКЦ «Диалог». Итогом данной работы была подготовка предварительной программы деятельности центра, обозначение основных его целей и задач, а также набор основного ядра команды. В целях объективного рассмотрения вынесенных предложений было принято решение провести их обсуждение в рамках круглого стола, который состоялся 24 декабря 2016 года на базе Казанского федерального университета. Хочу вкратце обозначить круг участников данного круглого стола. Это представители аппарата президента Республики Тарстан, представители аппарата антитеррористической комиссии Управления Федеральной службы безопасности, Управления ФСИН России по Республике Тарстан, Центр по продействию экстремизма МВД по Республике Тарстан, Духовное управление Республики Тарстан, Автономная некоммерческая организация Казанский межрегиональный центр экспертиз, еще одной автономной некоммерческой организацией Центр реабилитации и адаптации бывших осужденных, а также присутствовали активно участвовали специалисты Казанского федерального университета и Центры исламоведческих исследований Академии наук Республики Татарстан, которые занимаются соответствующей проблематикой. В ходе указанного круглого стола были сформированы основные направления деятельности ИКЦ, а также определены формы и методы работы, обозначенные области взаимодействия с государственными и общественными структурами. Таким образом, в целях нейтрализации влияния и снижения активности деструктивных мусульманских сект на территории Республики Татарстан и в России в целом были обозначены следующие направления деятельности нашего Центра. Первое – это индивидуальное психологическое консультирование бывших и действующих членов различных деструктивных религиозных культов, а также их близких родственников, направленное на вывод их из-под влияния разрушительной идеологии и гармоничное включение в жизнь общества. Юридическая консультация, индивидуальные беседы по вопросам исламского богословия и научного исламоведения. Проведение на базе ресурсного центра Казанных федеральных университетов курсов повышения квалификации круглых столов и семинаров для широкого круга заинтересованных лиц по указанной проблематике. Работа по профилактике религиозного экстремизма в социальных сетях, в том числе публикация постов, разработка и демонстрация видеороликов соответствующего содержания. Образовательная проститетическая работа о мусульманских приходах в муниципальных районах Республики Татарстан, в том числе по таким проблемам, как детская и семейная психология, помощь семьям, оставшимся без кормильцев вследствие деятельности деструктивных культов. Адаптационная работа с семьями осужденных за преступления экстремистской и террористической направленности. Профилактическая работа среди студентов и школьников. Это тематические выступления, лекции и беседы. Разработка, рецензирование и издание специализированной литературы, съемка видеосюжетов. А также подготовка специалистов по данной проблематике. В целях реализации поставленных задач КЦ «Диалог» привлекает специалистов по широкому кругу смежных дисциплин, психологов, практиков, академических ученых, исламоведов и религиоведов, действующих священнослужителей, мусульманского расповедания, юристов, сотрудников государственных и общественных организаций. В частности, разработку и осуществление стратегических задач КЦ курирует профессор, доктор философских наук, член экспертного совета по проведению государственной и религиовической экспертизы при Минюсте РФ Савин Александр Викторович. Психологическое направление сопровождает психолог-эксперт, член рабочей группы по борьбе с псевдорелигиозным экстремизмом Координационного совета по противопротивлению терроризмом Общественной Палаты России Яковлев Ислана Владимировна. Богословское направление возглавляет проректор Булгарской Исламской Академии Шагавид Амир Хазрат. Вопрос взаимодействия ИКЦ с органами государственной власти и управления консультирует руководитель аппарата антитеррористической комиссии РФ Галиев Ильдар Шамильевич. Между тем, одна из основных ролей в работе Центра предоставлена бывшим членам запрещенных на территории России международных террористических и экстремистических организаций, в том числе Хизбут Ахилд Аслами и Джамат Таблик, а также и других. Указанные лица сами в первую очередь замотивированы на устранение ущерба, который они, возможно, ранее нанесли своими возможными действиями, и их помощь, конечно, переоценить очень сложно. Их силами готовятся и размещаются публикации статьи в соцсетях, которые развенчивают деструктивную деятельность и идеологию террористических и экстремистических организаций. Ведутся адресные анонимные беседы с действующими членами МТО, сомневающимися в идеологии данных сект и планирующими выйти из их состава. Осуществляется переубеждение мусульман, сочувствующих той или иной экстремистской группе. Оказывается содействие родственникам в создании условий, способствующих выходу их близких из-под влияния из деструктивных религиозных идеологий. При этом надо отметить, что работа с действующими и бывшими участниками различных деструктивных культов ведется также на доследственном этапе, с условием общения анонимности, конечно, на этапе следствия и предварительного заключения, а также в период исполнения наказания в системе ФСИН России. Необходимо сказать, что такая деятельность носит долгосрочный характер и ключевым фактором не играют даже не столько доктринальные и контрубеждающие доводы, а перелом навязываемых долгие годы представления о враждебности окружающего мира. Собственно, данное представление – это одна из основ радикального мировоззрения. Любая экстремистская доктрина постулирует о враждебности окружающего мира, невозможности выстраивания каких-либо партнерских отношений. И действия, которые ломают этот шаблон и позволяют увидеть сотрудников государственных органов, да и других нормальных людей, которые живут и могут сочувствовать, переживать и оказывать поддержку, очень сильно влияют в том числе на мировоззрение данных людей. Здесь, конечно, хочу отметить огромную помощь бывшего руководителя МТО Хизбут-Тахрепа Республики Тарстан Хасанова Алмаз Дамирыча, бывшую активную участницу женской группы МТО ХТ Хасанову Фреду Халимовну. И одного, ну, она сегодня более подробно сама остановится на своей деятельности. И, конечно же, хочу упомянуть одного из бывших активистов, ныне признанной экстремистской организацией Джамат-Таблик, Закира Ахтамовича Шарипова. Перед тем, как вкратце ознакомить вас с их работой, хочу отметить, что ни для кого не секрет, что на протяжении последних 15 лет в Республике Тарстан активно действует МТО Хизбут-Тахреп. С каждым годом ряды ее членов выполняется большим количеством молодых мусульман, как мужчин, так и женщин. И ежегодно правоохранительными органами Республики осуществляется ареста нескольких десятков сторонников данной террористической организации. А учитывая то, что в настоящее время наказание за участие в деятельности МТО ХТ серьезно ужесточилось, мы говорим о многих десятках искалеченных судеб, разрушенных семей и большом количестве психологически травмированных детей, оставшихся без отцов. Именно в работе с данной категорией лиц нам оказывают колоссальную помощь упомянутые выше молодые люди, которые осознали ошибочность прежних взглядов и стараются сейчас поменять данную ситуацию. Так, например, Хасанов Алмаз разработал специальную программу по выводу людей из деструктивных культов, которая получила название «Опыт профилактики проявлений экстремизма с лицами из числа членов МТО Хизбут-Тахреп. Она прошла все необходимые рецензии и экспертизу и с успехом применяется на практике». Через возможности Хасанова Фариды удалось начать психологическую консультационную работу с женами осужденных членов МТО ХТ, как индивидуально, так и в дальнейшем в рамках группы. Стоит отметить, что они сами являлись членами данной организации, либо сочувствовали их взглядам. В ходе этой работы многие девушки не только задумались о возможной ошибочности своих убеждений, но некоторые в корне изменили свои взгляды, а затем начали доводить данные идеи до своих мужей, находящихся в том числе в местах лишения свободы. В сентябре 2017 года на ГТРК «Россия-24» вышел видеосюжет с участием Фрида Халимовны, в котором она подробно повествует о деструктивной и ложной сути деятельности МТО ХТ. На сегодняшний день в результате такой работы из-под влияния Хизбут-Тахреп. В сентябре «Россия-24» выведено 17 человек, из которых 6 склонены к явке с повинной, 11 сотрудничают со следствием. Анализ имеющихся средний позволяет рассчитывать на значительный отток ее членов в дальнейшем. Здесь же хочу отметить, что вовлечение бывших адептов МТО в работу Центра диалог способствует их скорейшей реабилитации, а также удерживает их от рецидива. Ведь многие из них имеют очень активную жизненную позицию и не могут оставаться в стороне от имеющихся социальных проблем нашего общества. Аналогичная работа ведется с Закиром Ахтановичем, членом экстремистской организации «Джамат Таблик» в личных беседах, так и по социальным сетям. В этом году нами был записан с его участием ряд видеороликов, посвященных обличению отдельных взглядов и установок данной организации. В завершении моего выступления хочу осветить некоторые результаты деятельности КЦ «Диалог» за 2017 год. Может быть, цифры будут не столь колоссальные, не столь высоки, но надо понимать, что есть определенные сложности в работе в данной сфере, в данной категории лиц. Значит, хочу отметить, что за этот год нами проведено 26 индивидуальных консультаций с адептами нетрадиционных мусульманских течений в деле склонения их к отказу от участия в экстремистской деятельности, в том числе две встречи с одним из действующих лидеров МТОХТ в Казани и две встречи в условиях СИЗО. Одна конституционная встреча с родителями лица подозреваемого в деятельности МТОХИС Бутахрил. Три консультации с имам Мухтасибами районов республики, это Кукмар и Лабуга, и Мамадыш, по вопросам взаимодействия со сторонниками различных нетрадиционных мусульманских течений. Далее мы провели серию семинаров на тему методы ресоциализации лиц, оказавшихся под влиянием религиозных культов, это объемом 52 академических часа с привлечением психологов-экспертов для членов семей тех лиц, которые попали под влияние религиозных сект. Четыре выездных семинара в районах в центрах республики Ташстан на базе соборных мечетей МНРС по следующим темам. Умеренность в исламе, ошибочность идеологии, запрещенной на территории России МТОХИС Бутахрил Аслами, ошибочность идеологии, запрещенной на территории России Джамат Таблик и МТОТ Акфир Вальхиджра. Шесть лекций бесед профилактического характера со студентами, а также разработаны ряд учебно-методических пособий. Заблуждение партии Хизбута Аслами, статья на размышления о деятельности партии Хизбута Аслами, значение шахады, мусульманский правитель о борьбе с экстремизмом, о проявлении крайностей и о шахаде и шахидах. Далее, также мы разработали пособие вероотступничества «Разница в понимании джихада». Сотрудники КАЦ-отделок на постоянной основе ведется работа в социальных сетях, организован курс повышения квалификации противодействия вербовки в экстремистские организации, разработаны специально для имамов, работающих в местах лишения свободы. И как раз мы в этом вопросе активно сотрудничаем с фондом «Ярдам» и Духовным управлением усламмана. Также разработан специально, также подготовлен дистанционный курс, направленный на владевание компетенциями и контур-аргументации последовательно деструктивных религиозных культов в сети интернет. И в процессе разработки находится курс, предназначенный для педагогического состава средних общеобразовательных учебных заведений по выявлению и профилактике экстремистских взглядов у детей подросткового периода. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Всегда приятно предоставлять слово коллеге. И я благодарен Ренату Шакировичу и за его доклад, и за то сотрудничество, которое мы делаем в стенах нашего ресурсного центра. И маленькое отступление в сторону. Большая просьба. Если есть какие-то накладки и программу, некоторые у нас по три раза меняли темы докладов, некоторые там просыпались, когда они приедут, тоже в последний момент. И большая просьба. Если что-то не то, я извиняюсь, но вы тоже должны по достоинству оценить труд наших специалистов. Тогда мы продолжаем. Слово предоставляется Валерию Сергеевичу Горшунову, а, соответственно, кандидат исторических наук, также научный сотрудник Центра исламовических исследований Академии наук Татарстана и тема его доклада «Распространение деструктивных взглядов в мусульманской среде через новые каналы доставки информации». Пожалуйста. Уважаемые коллеги, хочу с вами поделиться новыми находками, как в соцсетях, так и в различных мессенджерах, которые сегодня характеризуют ситуацию в том деструктивном поле, скажем так, где идет работа с нашей молодежью. Вот для того, чтобы вам обобщенно все было ясно, поставьте следующий слайд, пожалуйста. Да, вот посмотрите, пожалуйста, основные сегменты интернета на сегодня. Они состоят из латинского сегмента, китайского сегмента, арабского сегмента и кириллического сегмента. Вот в отношении кириллического мы как раз сегодня и рассмотрим. Следующую фотографию поставьте, пожалуйста. Идет использование языков сайтами. Посмотрите, вот англоязычные сайты, здесь сайты вообще. И русскоязычные идут вторыми. Они приблизительно занимаются столько же, сколько германские и близки к китайским. Китайских даже меньше. Следующий слайд, пожалуйста, больно не будем подробно останавливаться. Вот посмотрите, также популярность мессенджеров. Сегодня ежедневно в WhatsApp более 55 миллиардов сообщений. Тут у нас уже ситуация с языками смешная. Более 15 миллиардов сообщений в Телеграме. И более 6 миллиардов сообщений в сутки в ВКонтакте. Это так называемые уникальные сообщения. То есть это у нас основной поток информации, где сидит, скажем так, основное количество пользователей интернетом. Следующий сайт поставьте, пожалуйста. Блокировки ИГИЛ в Телеграме за месяц. Это группы в Телеграме, которые как бы произошли. Вот посмотрите вот этот график. На самом деле мы где-то в последние, скажем так, за последние полугодия видим переход радикальных вот этих вот групп, деструктивных групп из социальных сетей, которые уже традиционные. Это ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Они все переходят в Телеграм у нас. Телеграм озаботился этой проблемой, начал блокировать, но, к сожалению, блокировка, она приводит к определенному успеху, но большое количество групп радикальных остается вне этой блокировки. Следующий поставьте, пожалуйста, сайт. Вот, например, у нас появился такой канал Орда 13.13, он и был, в принципе, который призывает к евразийской исламской революции на территории Российской Федерации. Самое интересное, что сайты в интернете и группа ВКонтакте на территории России были плотно заблокированы. В Фейсбуке группа не развивалась. На сегодняшний день домен сайта продается, а группа начала свое движение в Телеграме. Никак не блокируется пока, пока общались со специалистами Роскомнадзора, они разводят руками, говорят, к сожалению, это вне нашей компетенции, мы блокируем только порнографию, там еще какие-то вещи, да, а с этим ничего не можем сделать. То есть канал свободно работает, хотя был уже заблокирован. Вот типичные фотографии, типичные визуализации, которые там используются, поставьте следующий, пожалуйста, сайт, да, следующую фотографию. Нет, 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 верните. На самом деле там не идут никакие теологические дискуссии, контент исключительно политический. Самое главное, очень тяжело, если честно, очень тяжело. Самая главная задача – это втянуть его подписчиков именно в политическую деятельность, то есть сделать ислам политическим. Таким образом все подписчики, вот, они смотрят, скажем так, материалы, визуальные материалы, которые так или иначе втягивают в политическую деятельность. Вот здесь вот фотография Междуморья, прототип Балта Черноморского Союза, который на территории России идет разговор о смене государственных границ. Следующая фотография. Далее выкладываются материалы, вот, это их абсолютная такая деятельность, видите, черно-белым фоном, управление ООН по правым человеку обвинило ФСБ в пытках задержанных в Крыму. Тоже опять дается следующая политическая новость. Новости не исламские, хотя группа себя позиционирует как мусульманская. На самом деле она курируется деятелями норм, такой Харун Сидоров есть такой у нас деятель, который сейчас проживает в Турции, он является идеологом данной группы. Следующий, поставьте, пожалуйста, фотографию. Иногда выкладывается вот деятельность, скажем так, арабских добровольцев в войсках вермахта во время Второй мировой войны. Тоже таким образом достигается определенная политизированность, да, что вот мусульмане какие были замечательные люди, в кавочках, да, что участвовали в войсках вермахта на правильной стороне. Следующая фотография, пожалуйста. Появился у нас также из полностью заплакированного в интернете сегмента новый канал в Телеграме, называется «Голос Ислама». «Голос Ислама» пока количество подписчиков маленькое, 181 человек. Здесь у нас, вот, например, выложен такой визуальный контект, ничего они пока не рисуют, художествами мало занимаются, пытаются дать фотографии из-за обыденной жизни. И вот фотографии, идут комментарии к этой фотографии. Совершенно очевидно, что силовые структуры Татарстана начали войну против татарского народа и самой республики на стороне тех, кто стремится их ликвидировать. Такая ситуация не должна удивлять. В свое время точно так же служба безопасности Украины и МВД Украины в Крыму в полном составе перешли на сторону тех, кто у этой самой Украины Крым отторгнул. Так мы недавно писали о том, что студенты КФО, вышедшие на флешмоб в защиту татарского языка, подверглись давлению со стороны национал-предателей Манкорта. Вот, посмотрите, опять же, «Голос Ислама», но новости исключительно политические. Все, про Ислам, ну, ни грамма нету совершенно, да. Идет поток исключительно политических новостей. Следующую фотографию поставьте, пожалуйста, да. Вот, также важная часть – это антироссийская пропаганда. Ну, естественно, по Сирии они стоят на антироссийской позиции, хотя основные редакторы канала «Россияне». Вот комментарий, да, что основные силы реальной сирийской оппозиции отвергли ультиматум, предъявленный им накануне Москвой. Напомним, что речь идет о словах представителей России в Сирии Александра Лаврентьева. На самом деле никакого ультиматума не было, идет передергивание информации. Было сказано, что просто те, кто не приедут на Конгресс народу в Сирии, окажутся за рамками политического процесса. Там уже эта новость преподается, как был поставлен ультиматум. Следующую, пожалуйста, поставьте фотографию, да. Вот, опять же, дается визуальный материал жизненный, что вот ребенку ставят кислородную подушку. И идет комментарий, короткий очень. Попытки России подорвать и закрыть совместный механизм ООН и ОХЗ демонстрируют бездушное неуважение к страданиям и гибелям людей от химического оружия. То есть Россия сделается в контексте уже пособником использования химического оружия. Следующую, поставьте фотографию, просто посмотрим. Вот у нас продолжает также опять работу канал «Русский исламист» в «Фейсбуке» это, по-моему, да, «Фейсбуке» или в «Ютубе». Дело в том, что… Следующий, поставьте, пожалуйста. Идет его парализация, параллельная, точнее, работа, начало параллельной работы на канале «Телеграма». Видите, канал Харона Сидорова. На «Ютубе» у него 16 тысяч подписчиков, здесь только началось 416 на сегодня. А вот динамику вот этого, что от традиционных СМИ уходят к мессенджер-каналам, которые пока у нас никакому, скажем, влиянию вообще не подвержены. Ага, следующую фотографию. Вот анализировали, есть, существует такой опять же канал в «Телеграм-канале» «Джихад». Сегодня 18 тысяч подписчиков, это довольно популярный канал. Идет именно в молодежном тренде. Посмотрите, да, вот боевик непонятно какой организации и надпись «Розовые часики, последний пискмода среди каххатских муджахидов ИГЭ». А, это исламское государство. Вот, идут фотографии, которые интересны молодежи. Вот следующую, поставьте тоже фотографию, да. Вот обсуждают розовые сланцы. Вот понимаете, такие вот жизненные темы муджахидов ИГЭ и исламского государства. Следующая новость. Действительно, новости читать интересно даже тем людям, которые являются светскими у этого канала. То есть, настолько вот идет умелая обработка информации именно для молодежного сегмента, для молодежного сегмента, что в определенном плане они завоевывают определенное влияние за умы. Вот здесь вот идет стихотворение. Тексты написаны в такой молодежной, подростковой манере, я бы даже сказал бы, да. Идет романтизация вот этой вот джихадистской жизни. Следующую фотографию поставьте, пожалуйста. Вот посмотрите. Также на самом деле идет интересный визуальный материал, несвойственный для мусульманских сообществ. Тут идет угроза проведения чемпионата мира в 2018 году в Российской Федерации, в том числе, которая и будет в Казани. Подождите нас, мы придем. У враги бога в России. Следующий слайд. Вот выкладываются интересные фотографии. Это фотография эха Москвы, которая одела футболки ИГИЛ и сфотографировалась. Вот я говорю, контент интересный и для светского человека. Следующую фотографию поставьте, пожалуйста. Вот вы можете оценить, да. В принципе, вот эти новые методы сейчас широко используются. Мы столкнулись с новым явлением, пока которое никак госорганами и какими-то, скажем так, мерами противодействия не охвачено. Действительно, эти люди имеют определенную уже популярность. Среди, вот скажем так, и телеграм-каналов и своих подписчиков блокировать их становится сложнее, потому что за этот контент не за что блокировать, по большому счету, никакими призывами они не занимаются. Вот мы столкнулись с этим новым явлением, которое у нас в институте сломоведения как раз и изучается. Мы его изучаем. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое. Получается, эх, москвой государственный канал. Он не государственный, он как бы этот. Ну, получается так. Ну, может быть. Вот я, да, да, может быть и монтажом. Там же никакой ни подписи нет, идет только фотография. Фотография привлекает внимание. Фотография уже привлекает внимание. Это называется так называемая технология хайпа. Она современная сейчас, да? Самое главное создать ажиотаж. Ажиотаж, когда создается, много подписчиков, когда много интересов, делается перекрестная ссылка, и популярность резко повышается. Вот, потом следующий хайп создается. Вопрос к студентам здесь присутствующим. Видели эти каналы, обращались, нет? Нет. Ну, смотреть интересно фотографии? Вот, как бы, по-честному. Смотреть интересно или нет? А как человек, вы знаете, сидящий часто, найдет одного из них, один популярный. Как раз, вот этот Джихад ТВ. То есть, в чем вообще их суть в том, что есть телеканал? Микрофон включите, пожалуйста, у вас там работает. А по поводу... Была же там одна из новостей Джихад, которая... Существует такой телеканал Дождь. Все присутствующие... Пожалуйста, представляйтесь. ...знают. Ислама Фаяз, международные отношения, третий курс. Вот, по поводу Джихада, как раз-таки есть такой телеканал Дождь. То есть, это среди молодежи распространено. То есть, они как раз-таки через юмор это обыгрывают. То есть, с одной стороны, это все преподносится как юмор. Но мы, конечно, не можем понимать их истинного контекста. То, что в каждой шутке есть доля шутки. Иногда люди ее не могут правильно воспринять. То есть, из всех этих представленных, так скажем, общаясь с людьми, так скажем, просиживая время в интернете, можно сказать, что, по сути, из всех этих это самое популярное и самое влиятельное. Остальное не сталкивался. А вот это часто попадается. А тут проблема контроля, в первую очередь. У нас проблема. У нас же духовное управление мусульман не может создать такого канала, понимаете, который и шутка, это потому что клоунада получится. А вот они этой клоунадой пользуются, понимаете, для именно молодежного сегмента, потому что молодежи это интересно. Понимаете, вот как бы религиозные атрибуты, соединенные с юмором. Все. А что можно предложить для нейтрализации? Вот мы на... Да-да, добавьте, добавьте. А сейчас просто только коротко. А если добавить, то тут нужно уже со стороны официального ислама какой-то ответ. Потому что, как можем заметить, сам ислам с молодежью сильно контактирует именно в интернете. С точки зрения мечети, да, но чтобы прийти в интернет и показать им правильные идеалы, с этим действительно существуют проблемы. Как человек, активно сидящий в интернете, могу об этом заявить. Сергей Сергеевич, просьба. Вот ваши вот эти картинки представителям внуш-духовенству, чтобы они тоже как-то это... Ну дадим, дадим. Я оставил, да. Я оставил, я оставил. Большая просьба, то, что можно решать в рабочем порядке, решаем в рабочем порядке. Еще вопросы? Можно комментарии, извините. Да, только коротко. Короткие. Насчет что можно противопоставить с юмором? Старости на Алексей Николаевич. Вот, извините, конечно, такую вещь скажу. Были замечательные во Вконтакте, смонтированные из игиловских видео и наложены матерные частушки про игиловцев. Просто хохма. Настолько замечательно их развенчиво. И потом были мультфильмы о том, на одном из каналов, которые политической мультипликацией занимаются на Ютьюбе. Ну вот про Сирию, про джихадистов, тоже высмеивают их потрясающе. Поэтому вот такой прием надо использовать активно. Он действенный. Спасибо. Все веселее и веселее становится нам жить. Тогда слово предоставляется следующим Фарида Халимовна Хасанова, специалист информационно-консультационного центра «Диалог» Казань, Республика Татарстан. Роль семьи в опросе реабилитации людей, подвергшихся психологическому насилию в деструктивных религиозных пультов. Пожалуйста. Здравствуйте. Я являюсь специалистом информационно-консультативного центра «Диалог». Про меня уже сегодня тут упомянули. Я являюсь консультантом именно в основном женщин, которые были или сейчас находятся в деструктивных сектах. Но в основном мой профиль – это партия «Хизбут-Тахрир», потому что в Казани, в Республике Татарстан и в Республике Башкирия эта партия очень распространена и имеет очень большую популярность среди молодежи. И на сегодняшний день мы сталкиваемся с проблемой того, что когда человек выходит или встает у него выбор выйти из этой деструктивной секты по ряду причин. Может быть, то, что он понял, что он попал куда-то не туда или увидел, что есть альтернатива и можно как-то по-другому жить или испугался реальных больших сроков за деятельность этой организации. Но он сталкивается с той проблемой, что, допустим, если он на протяжении лет 7-10 был в этой организации, он в основном порвал все свои связи родственные. И возвращаться ему в семью, можно сказать, уже некуда. И на сегодняшний день это большая проблема, то, что родители, родственники, они не образованы в этой теме и они не понимают, в какая роль вообще в радикализации молодежи. Потому что есть книга Хассана, где он подробно описывает опыт, какую роль играют именно родственники, родственные связи в том вопросе, чтобы помочь радикализировать молодежь. На сегодняшний день я понимаю, что если мы будем работать с родителями, то это поможет нам создать такую платформу, куда бывшие члены Хизбут-Тахрир могли уже наступать, падать, грубо говоря, потому что это реально психологически очень сложно. Потому что ты в течение 10 лет думал, что твои родители, можно сказать, враги, что твои родители, неразмышляющие твои родители, недостойны того, чтобы быть в Хизбут-Тахрире. И получается, естественно, у них возникает негатив, в том числе и к родителям. И когда он понимает, что, оказывается, он ошибался, представляете, в основном, конечно, это мужчинам, им тяжело признать свои ошибки. И получается такая конфликтная ситуация. Здесь я имею в виду, мне кажется, самое важное, это больше нужно работать именно с населением, объяснять им, кто такие террористы, кто такие экстремисты. Не в плане того, что это уже люди с диагнозом, а именно рассказывать, что эти люди изначально, даже если посмотреть каждого члена Хизбут-Тахрир, он изначально хотел чего-то хорошего в этой жизни. Он пришел в мечеть, но там Хазрат его как-то не понял или у женщин вообще нет там обыстая, которая могла бы ей объяснить. И подошел к ним какая-то харизматичная личность, объяснил им ислам в том ракурсе, в котором нужно. И, естественно, люди, не знаю, не образованные, уходят в эти группировки. И получаются такие последствия. Поэтому изначально этот человек, он не является преступником, изначально он не хочет быть радикалом и экстремистом. Просто он воспринимает так ислам. Он его так воспринял, потому что ему так донесли в мечети, заметьте. Естественно, потом происходят эти собрания на квартирах, но это уж другой вопрос. И здесь еще большая тема, большая. Мы работаем именно с осужденными, с людьми, которые сейчас под следствием. И мы сталкиваемся именно с такой проблемой, что эти люди, они нас не воспринимают, потому что они на нас смотрят как на людей, которые хотят чего-то от них для своей выгоды. И на сегодняшний день мы видим решение этой работы с их родственниками, в первую очередь с женами, потому что жены являются основными идейными вдохновителями, потому что они поддерживают, они всячески поддерживают что морально, что духовно. И мы думаем, что если мы сможем как-то вот эту прослойку именно женскую объяснить им, в чем заблуждение Хизбут-Тахры, в чем заблуждение вашего мужа, то мы думаем через них сможем как-то добраться, найти пути к диалогу именно с этими людьми, которые сейчас под следствием. Потому что мы столкнемся с такой проблемой, что эти люди уйдут в колонии на 10-15 лет, даже грозит сейчас до 25 лет. Вы понимаете, что эти люди идейные, и в течение 25 лет они будут там вербовать людей. И в результате, что получим, я не знаю. Поэтому сегодня эта проблема актуальна. Нужно работать сегодня с этой проблемой и не закрывать на это глаза. Если нет вопросов, то мы продолжаем. И слово предоставляется Алмаз или Мухаммад Хазрату Мефтахову, имаму мечети поселка Петровский, Казань, Республика Татарстан. И тема его доклада «Приоритетное направление деятельности имама в деле отдаления мусульманской молодежи от идей деструктивных религиозных течений». Абдул-Ази Хазрат заложил традицию пробуждения, поэтому хотелось бы начать со следующего. Сирия, идет война, и значит Авраам и Сара переезжают границу. И пост на границе говорит, прочитай Суру Фатиха. Он что-то читает, его пропускают. И Сара спрашивает, Авраам, ты что читал, говорит? Сара говорит, я читал, говорит, кое-что из Торы. Ну как, говорит, они же могли, говорит, узнать же. Если бы, говорит, они знали Коран, тогда бы войны не было. Поэтому, уважаемые коллеги, мир вам, милость и благословение Всевышнего вам и вашему дому. Вот этими словами начинается ислам. Этими словами начинаются отношения. Этими словами начинается жизнь. Этими словами это все продолжается в исламе. И этими словами все заканчивается. Потому что слова мусульмане должны соответствовать его деяниям. И деяния должны соответствовать его словам. Потому что если человек говорит желание мира, но взаимодействует агрессивно, это значит, что он противоречит своим словам. И хотелось бы продолжить со слов одного великого мыслителя. Эти слова вы знаете, только напомню. Необходимо народ сначала накормить, а потом уже говорить о культуре, о религии и так далее. Народ на сегодняшний день у нас накормлен. Практически все есть того, чего раньше не было. Даже если нет машин, есть средства, с помощью которых можно передвигаться. На сегодняшний день ни один человек гнилую картошку, как наши бабушки, не кушает. Это банально просто, но на самом деле так. Народ кушает. У народа есть покушать. Так что ему необходима и религия, и культура. Но интересно то, что если весь досуг его забить одной культурой, рано или поздно все равно внутренние стеза его, она спросит, а зачем я создан? И что, какая у меня цель в этой жизни? Вот на эти два вопроса ответ должен быть изначально. Поэтому в голове стоит после того, как накормили именно религия. Мы все вместе, не только имамы, на самом деле, должны работать здесь так, как мы останемся здесь жить. Или будут жить наши внуки и правнуки и так далее. Исходя из этого, работа будет строиться совершенно по-другому. Человек работает по-другому, когда его внуки, правнуки или дети уезжают за границу. Здесь настрой совершенно другой. Поэтому нужно работать здесь так, как будто мы остаемся жить, и у нас останутся здесь дети и другие. Проблемы, на самом деле, возникают, как было уже упомянуто, и на уровне психологии, и в семейных отношениях. Причем это в стезе мусульман, в семьях мусульманских и немусульманских. Так как экстремизм, он бывает не только исламским, вы знаете. Хотя само понятие «исламский экстремизм» как бы это все равно, что халяльная водка. Потому что исламским экстремизмом быть не может просто. Ислам и экстремизм – это вещи несовместимые. Хотя нам пытаются это иногда навязать, к сожалению. На фоне всего этого идет рост ислама в геометрической прогрессии. Его же не удержать. Никто не сможет его удержать. Поэтому нам необходимо и мамам акцентировать внимание, и всем другим людям на качестве. Именно на качестве, чтобы были качественные мусульмане. Чтобы человек не совершал преступления не потому, что там уголовный кодекс что-то говорит, хотя это тоже влияет на человека, но из-за того, что он убежден, что этого делать нельзя. И вот здесь как раз-таки открывается стезя для имама. Имам начинает работать с этим и работать над этим, скажем так. Поэтому получается, забота о личности, она с двух концов начинается. С одной стороны, с государственного права, с другой стороны, естественно, работа имама. Работа имама сама по себе, она не ограничена мечетью и не должна быть ограничена. Да, его никто не может обязать, сказать, давай ты за мечеть выходи, он в вуз сходи, лекцию прочитай. Никто не может. Но он это должен делать для того, чтобы была польза не только в его мечети, но и для общества в целом, в котором он живет. Потому что общество это подобно кораблю, и все находятся на этом корабле. И если корабль начнет тонуть, все мы с вами потонем на самом деле. Поэтому мусульманин, то есть имам, он должен взаимодействовать не только на мадждисах, иногда, к сожалению, у нас эти анекдоты проходят, и, как говорится, в шутке есть доля шутки, но небольшая часть шутки, остальное все правда. Может быть, и так бывает. Но основная цель имамов – это наладить отношения с населением и представить им достоверные знания об исламе. Вот основная цель этих мадждисов. Более того, необходимо, чтобы имам, и то есть имам это делает, если, скажем, и со временем, и, скажем, ситуация позволяет, должен взаимодействовать и со средствами массовой информации, и с вузами, и с другими, так, чтобы на сегодняшний день, так как мы все грамотные же, знали об исламе, где ислам, а где нет, и мусульмане, и немусульмане. Так диктует ситуация. Все мы должны знать, чтобы разделять, потому что все живем в одном обществе. Цель ислама, как я сказал, это покой. И этим должен руководствоваться каждый имам. Отстраняет свои личные цели на задний план. Никогда личные цели не должны быть выше исламских и выше, скажем, покоя, который должен царить, скажем, в государстве. Задача имама, она не кратковременная, а долговременная. Это работа, может быть, на воскресных курсах, может, еще где-то, но постоянная, потому что личность постепенно формируется. Это может быть ребенок, это может быть взрослый человек, это могут быть люди, которые вышли из мест лишения свободы и так далее. Но это долговременная работа. Но результат будет, поверьте. Результат однозначно будет. Форма подачи у имамов, на самом деле, мы все должны стремиться к тому, чтобы она не была узкой. Прозвучал такой момент, к сожалению, может быть, оно имеет место, я не имею права осуждать, но момент, что если ребята кричат «Аминь», выгонять из мечети, или как у нас было в Казани, в Рамазан месяц, к сожалению, но с сожалением, говоря об этом, из-за того, что парень не надел носки, выгнали из мечети, это на самом деле дискредитирует нас, всех имамов. То есть у нас такой позиции быть не должно. Пускай эти ребята приходят, пусть он «Аминь» кричит пока. Когда наберется определенный контингент, необходимо источник использовать какие? Знания, на которые опирается каждый мусульман. Это аяты и хадисы, и мнения ученых. И если грамотно это преподнеси, все стихнет. Поверьте, это я сделал однажды на практике. В свое время я был имамом мечети Бешболта, и там были люди, которые кричали «Аминь». Сначала я делал намеки во время проповедей, намеки делал, что «Аминь» и так далее, и так далее. Какие-то люди уже отстранялись от этого. А потом просто в конце я привел с доводами, опираясь на те доводы, которые преподносят Абу Ханифа, школа здесь у нас Абу Ханифа в Татарстане, значит. И поверьте, в эту пятничную проповедь практически никто «Аминь» не сказал. Один-два человека были, которые принципиально крикнули «Аминь», а остальные все затихли, ряды молчали. Вот подход должен быть какой. Мы должны их принять, поговорить, объяснить и направить. Вот это работа имамов. Здесь и психология, здесь и человеческие отношения. Поверьте, имам должен быть в первую очередь человеком. Если он не человек, если он задирает нос или к людям относится не по-человечески, люди будут от него отстраняться. Он не будет лидером, он не будет тем маяком, на который будут ориентироваться. А это задача имамов, чтобы быть маяком, на который люди будут на самом деле ориентироваться. И должно быть на понятном людям языке. Будь попроще, и люди потянутся к тебе. Это лозунг должен быть каждого имама. Потому что имамы – это те люди, которые взаимодействуют непосредственно с населением. Поэтому не должна занижаться роль имама. Мы каждый день контактируем с человеком. Иногда человек приходит и заливает свою душу. Однажды пришел молодой человек и говорит, я, говорит, не что делать, но мне как камень, что мне, говорит, разговаривает с какими-то ребятами, разговаривал, он говорит, может в ИГИЛ пойти, потому что как будто грустно мне. Пришлось объяснить, что человеку. И он никуда не пошел. На сегодняшний день у него семья, дети. И он также продолжает спокойно ходить в мечеть и брать знания. Поэтому, с другой стороны, необходимо принять меры для того, чтобы нормальных имамов, адекватных, которые стремятся к покою в Республике Татарстан, в нашем государстве, в конце концов, на покой, не дискредитировать, не ориентироваться на людей, которые передают. Я, извините, называю этих людей передастыми. Почему? Потому что эти люди доводят информацию неправильно. Я сам столкнулся с этим. Пришлось лично встречаться с людьми для того, чтобы они поняли, что я адекватный, что я ненормальный какой-то. Поэтому необходимо лично встречаться. Потому что нормальных имамов, скажем, и вообще имамов их по пальцам пересчитать. Да, у нас в Татарстане много мечетей, но все равно это мало. Все равно это мало. Поэтому, что я хочу сказать в завершение. Механик, он должен объяснить, как работает двигатель, для того, чтобы люди не испортили этот двигатель. Имам мечети должен, и мы делаем это, объяснить, что такое ислам. Мы не должны придумать что-то новое, мы должны объяснить тот ислам, который есть на самом деле. А этот ислам, как я вам сказал первые слова, мир вам, милость и благословение Всевышнего. Поэтому дай Всевышний нам всем, скажем, благополучия в этом направлении. Спасибо всем организаторам за ваш труд. Надеюсь, это будет с продолжением. Спасибо большое. Спасибо. И следующему слову предоставляется Гайнудинов Азад Галимзянович, Казань, Республика Татарстан, директор Центра реабилитации и адаптации. И тема его доклада «Проблема реадаптации бывших заключенных после освобождения из мест лишения свободы». Добрый день, уважаемые коллеги. Получится, да, этот ролик показать? Посмотрим сначала? Звук, пожалуйста. Центр реабилитации и адаптации бывших осужденных. Я являюсь руководителем. Вот хотел здесь вот немножко подбрать Абдул-Азиз Хазрата. Данная работа, она не с 2011 года ведется, а конец 90-х, ой, не 90-х, даже 92-го, 93-го года началась. Первая мечеть появилась. Это ВК-2 в Казани. Это был у нас такой от Духовного управления, такой проповедник Касым Бабай. Вот в этом журнале можете его посмотреть, буквально вот на второй странице истории, как раз про нашу организацию. Хочу сказать, не с 2011 года. Заключение договора была в 2011 году. А, да? Все, все, понятно. А так, эта работа, она очень полдотворно велась. А работала наша организация. Не получается, да? Ну да, вообще выключить, наверное, что надо. Реабилитацией занимаемся уже с 2004 года. Ребят с колонии встречаем, трудоустраиваем, юридическую помощь оказываем, одеваем, кормим, даем ночлежку, не только ночлежку, там снимаем, вплоть до тех, которые там хорошо проходят реабилитацию, вплоть до того, там снимаем квартиру, квартиры ребят ведем. И, конечно, у нас тема связана с исламом, хотя у нас организация не религиозная, но очень много сталкиваемся с мусульманами. Буквально сегодня с Эльдар Хазратом Боязитовым посетили ИК-3, пановка, и прям при входе натолкнулись на такую картину, что вот один мусульманин нам ассаляму алейкум, там крикнул, а этот, хотя мы зашли по работе ОНК, мы являемся также членами ОНК по республике Татарстан, вот меня здесь обижает, меня выгнали с мечети, такой шум поднялся, представляете, да, мы незапланированно зашли в мечеть, пришли, и тут такая картина, вот меня здесь объявили экстремизмом, террористом, у ребят между собой появился, этот появился там спор, и буквально вот этот спор разрешился, я к чему это просто говорю, у них там спор вышел, недовольство, вот почему там в мечеть там кто-то там еще вот недавно в исламе, почему к нему такое отношение, почему вот нам здесь не дают ночной вечерний намаз джемагатам не дают там прочитать, на элементарных, на каких-то таких вот простых вещах, почему мы должны слушаться здесь этих вот сотрудников, почему там это там, ну элементарно такие вопросы, нас ислам давит везде, кругом, мы тут на элементарных вопросах, а у нас получилось ребят там успокоить, я к чему это сейчас в конце поймете говорю, первый вопрос задали, пророк, когда умер, у кого осталась кольчуга, у евреи, в залоге даже, получается с немусульманами, там с евреями, там как-то вот говоришь там или с этими, дела, значит получается можно иметь, сиро, пророк, кто лучше, мы лучше пророка, он руки поднял, да, получается можно, второй вопрос, недовольство, кто принял ислам после того, когда вот по соседству с пророком, который жил, который там кидал колючки и мусор, после того, недели ли там, я уж конечно этот вопрос с хазратом, там я вот точно такие вот эти не помню, я через несколько дней, когда увидел то, что мусор не бросает, пошел поведать соседа, оказывается сосед еврей заболел, он его навестил, тут после осознав то, что он там делал плохо, пророк сказал, да, опять-таки принял ислам, это показывает о том, то, что и жили по соседству с евреями или там с другими конфессиями, и конечно же там третий вопрос, элементарно нас тот случай проявили, когда бедуин пришел в мечеть, исправил нужду в углу, был такой, ну в Сирии есть, да, и что с ним сделали, отрубили ему голову или избили, выкинули с мечети, нет, человеку просто спокойно объяснили, когда с ребятами там вот, ну я уж буду говорить только о исправительном учреждении, колонии, непосредственно моя работа, вот элементарные вещи, когда доводы такие вот элементарные, базовые приводишь, ребята соглашаются, и вот этот спор, который между ними сегодня там был, да, он был сегодня исчерпан. На сегодняшний день Республика Татарстан является неким таким маяком, со всей России к нам приезжают на обмен опытом, как у вас получается, вот если в новостях там слышим, скажем так, в кавычках, блатные с зелеными сейчас там, да, вот этими мусульманами, там у них стычки какие-то происходят, ну часто это сейчас приходится слышать всегда в СМИ, удивляется, почему у нас вот это вот как-то вот это, ну, поставлено, потому что у нас эта работа действительно занимается, вот это глубоко уважаемый Ильдар Хазрят Боязитов, огромное спасибо Духовному Управлению мусульман, что вот поддерживают, на каждую колонию у нас прикреплен имам, то, что ребятам приходит, объясняет, все на элементарных таких вот на вещах, и потом, конечно же, ребята освобождаются После освобождения опять-таки работа продолжается Я вот почему, уважаемый Хазрат, задал вопрос, как вы там работаете вот в этом направлении Ребята, которые освобождаются, приходят, если их, во-первых, не принимает общество, если их не принимает наши мечети, куда эти ребята пойдут? На работу, конечно же, их никуда, сволочьим билетом, никуда их на работу не берут, тут тем более еще, если узнает там мусульманин, там, я не знаю, там, шарахуется, организация с тобой только еще одни проблемы будет, куда этот человек пойдет? Вот у меня вот вопрос Не обязательно Хизбург, это готовый продукт, это готовый продукт, на, пожалуйста, находятся те ребята, которые говорят, брат, пойдем к нам, видишь, мы здесь никому не нужны, пойдем у нас вот квартира там, я не знаю, там, да, или у нас там дом, пойдем мы тебя накормим, пойдем мы тебя там, на, вот, одежду соберем, а что это стоит имама в пятничной пробить объявить? Скажите, у нас тут освободился, вот, брат мусульманин, давайте мы там, этот, джемагат соберем там, пожертвование там, на одежду там, какой-то элементарный, да, покушать продуктовый набор, пускай он даже вышел пока, аминь кричит, или там, не знаю, там руки поднимает, пускай он теплоту лучше видит, как бы, со стороны духовного управления, со стороны мечети, со стороны официального имама. Банальные элементарные вещи, покушать и одеться. Вот этот вот человек, которого, к сожалению, у нас не получилось показать, ради, когда он к нам пришел, ладно, мы его, ну, приняли, да, вот он сейчас, у нас, не то, что мы его приняли, мы ему доверили работу, он самый инвалидный, у него нет одной руки, он работает, у нас сейчас он охранник в мечети, как Муадзин, Азан дает, призывает на молитву, как завсклад у нас там продуктовые наборы, бывшую одежду он там собирает, да, да, довольный, работает. И многие мусульмане приходят именно к нам, которые сам вот до 12-го года я занимался только мусульманами. Почему-то 12-го года, если вы все прекрасно, но печальные события помните, взрыв, муфти, я один из первой, можно сказать, пятерки был арестованных, по подозрению. Правда, слава Богу, на следующий день меня выпустили. Когда разобрались, посмотрели, а когда я вот показал на все фотографии, которые там мне предоставили, сотни ребят, которые проходили через нас, которых я там трудоустраивал, которым там документы оформлял, кому там чем-то вот помог, эти ребят никто никуда не уехали, у всех семьи, дети, трудоустроенные, платят налоги, работают. И когда мне все это увидели, мне вот и предложили в тот момент, а почему вы этим официально не занимаетесь? Вот здесь у нас находится Сафин Ренат, огромная вот благодарность ему, вот этот человек, можно сказать, ну, за руки водил, ну, Ренат, как я здесь так говорю, у нас все это, как все это начиналось, и получается, вот мы в четырнадцатом году уже, да, в четырнадцатом году только зарегистрировались, вот как автономно-некоммерческая организация, и с того момента вот у нас как-то вот пошла вот системность в работе, у нас вот, ну, пошло, мы начали показывать, даже вот в процентном соотношении посмотреть, рецидив тех ребят, которые проходят через нас, всего три процента. Это очень хороший показатель. Да, мы сейчас не только мусульманами занимаемся, но к нам все равно все приходят, и мусульмане, и не мусульмане. Какая разница? Все же люди. И опять-таки вот здесь, ну, раз бывает, к сожалению, там некоторые мусульмане там не говорили, а почему ты не мусульманам помогаешь? На этот вопрос у меня тоже есть ответ. Я говорю, хорошо, помните, такой случай был после смерти пророка, опять-таки я вот эти вот ключевые такие вот этот доступ к этим ребятам, ключевые вот эти моменты знаю, и всегда их использую. После смерти пророка, сказал, был случай такой еврей слепой, который хаял все пророка, хаял. Он не читал намаз, он не был мусульманином, и перестал его человек кормить, приходить. Он слепой был, он не знал, что это пророк приходил, он за ним убирался, кормил, и после этого он принял ислам, когда узнал, что это был пророк. Было такое? Там Илья с Ахабом Путы. Было такое? И когда вот эти вот примеры приводишь, эти ребята опять-таки умалчивают. Это элементарные вещи. И в том плане то, что вот часто приходится, да, вот сейчас меня приглашают в Москву, по всей России там катаемся, звонки пишут постоянно, как у вас получается, как вы работаете. Да элементарно, очень просто. Огромных денег не вкладываем, одежду бушной собираем, нам помогает имам мечети, огромное спасибо, церкви помогает нам, да. Дальше. Продуктовые наборы очень здорово нас поддерживают. Картошка, мясо у нас все свое, капуста, у нас сейчас ферма своя, там ребята, где наши трудятся. Мало того, мы уже сейчас сами помогаем в детские дома, в школы-интернаты, больницы для осужденных, у нас туберкулезные больницы, поддерживаем сами. Мы уже организовали некую такую, скажем так, организацию, можем уже сами помощь предоставить, помочь. Организовались некий такой колл-центр. И трудоустраиваем, кормим, вот уже третью неделю подряд практикуем, мы кормим бездомных, неделю два раза. Дом ветеранов, кормим, поддерживаем, так как у нас свой комплекс, Курбан, собирается много мяса, вот сейчас у нас в данный момент на нашей базе 4 тонны мяса заморозено. Это мясо мы же принимаете, то, что не продавать не можем, это жертвенное мясо, кормим людей. Это, конечно же, мы и с ребятами, вот нам всегда вопрос задают, почему вы этих преступников кормите в колонии? Я говорю, хорошо, вот сегодня преступник, да, совершил преступление, он был, его наказали, посадили, он сейчас все, отбывает наказание. Результат, после 10-15 лет отбывания наказания, каким он оттуда выйдет? Если бы он вышел в другую планету, я жил бы, я не знаю, там в другой стране, как бы, если мы его не видели, не знали, а он выходит в наше общество, а нам важно что, каким он оттуда выйдет? Еще хуже озлоблены? Это вот к тому, что вот, мне вот, например, буквально вчера пришло письмо, Омск область, по-моему, за чтение намаза в колонии реально избивают, в карцер сажают. А потом мы говорим, а почему вот, ну, люди, если он даже там не был, не экстремистом, может, даже там, я не знаю, там принял в колонии ислам, он освобождается уже потом экстремистом после этого. Если их там этих вот, ну, ребят, там с ними есть не работать, должны, вот же мы Татарстан сейчас показываем, Хазрата заходит, элементарно вот, Хазрата элементарно объяснил, если с добром, я не знаю, с каким бы надо, вот, ну, психбольным, вот это все не понимать. Это все легко и просто, сюда больших вложений не нужно. Просто человеческое отношение к людям. Понятно дело там, совершил преступление, мы не говорим, что они все белые, пушистые. Обязательно с ребятами надо там, должно заниматься духовное управление, знающие Хазрата, элементарно такие вещи нужно объяснять. К сожалению, у нас, вот по России, я не буду называть какие регионы, я говорю, часто приходят съездить, есть такие имамы, муфтии, скажем, да, там, они говорят, мы просто в колонии не ходим. Я говорю, почему? Да зачем они, нужно этих ваххабитов там кормить, что ли? Я говорю, стоп, ребят, ну, он сегодня ваххабит, ну, вы сделаете так, ну, найдите ключик к сердцу. Вот правильно сказал, да, вот это слово, накормите сначала, людей, это путь к сердцу мужчинам, там, не зря же говорят, там, через желудок, накорми, нормально, просто помоги, выслушай. Да, вот соглашусь с Вередоханом, там, с детства проблема начинается. Вот мы сейчас работаем с психологами, если у нас там 90% этих вот ребят, находящихся там, у них проблемы у всех, будь то те экстремисты, там, я не знаю, террористы, у них проблемы, шлейф, тянется с детства, это неполные семьи, или там вообще родители там отбывали наказание, или пьющие родители были, или это было насилие в семье. Проблема она есть. И, к сожалению, вот, но сталкиваемся, вот, часто приглашают с лекциями, там, приходится выезжать, вот, буквально, там, сотрудниками, я по линии, опять-таки, там, в СИН говорю, там, лекцию, когда давал, я говорю, вот, ну, вы занимаетесь мусульманами, там, в колонии, да, 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 вот, мы занимаемся, это, вот, воспитательное дело, оперативники, там, психологи. Хорошо, а можно я, говорю, вам дадам, говорю, вопрос? А вы мне можете сказать, что такое, говорю, ислам? И полная тишина. Никто не смог ответить на этот вопрос. Я говорю, ребят, вот, представляете, я сейчас возьму, скажу, давайте, я буду оперировать, пойду в больницу, начну работать хирургом. Если я не обучался, если я не учился, могу ли я работать хирургом? Это вот первый вопрос. Второй вопрос я задал. А, говорю, чем отличается экстремист от террориста? Опять-таки, там, двое только смогли ответить. Это, говорит, о том, что вот с этим столкнулись, вот мы в Исламском университете, когда со всей России там оперативники собрались, вот элементарные вопросы. Почему, говорит, мы, говорит, мусульман карцер закрываем, потому что вот, вот у раза, во время Рамадана он берет этот в столовую, я, говорит, не пойду, потому что я после, этот, ну, вы меня заставляете, я не буду, шум поднимает. Но, опять-таки, еще здесь всегда же говорят запретный плод, он сладок, когда эти ребята, вот почему-то вот эти вот эти блатные, вот эта воровская идеология, почему, она на чем держится? На страданиях, когда люди видят, они там за свои идеологии страдают, к ним что-то не знаю, почему-то вот молодежь даже больше тянется. И здесь то же самое получается, вот он вид его там в карцер закрывает, потом его в режимный отряд там спускает. В основном многие мусульмане сейчас сидят по России в режимных отрядах, находятся. А хотя элементарная вещь, а потом вот этот человек и выходит озлобленным. А элементарно, это почему вот этот человек, вот этот мусульманин, должны специально обученные, я не знаю, там, должны работать хазраты, элементарных, вот еще один вот пример привяжу, сейчас потом, я сейчас еще, пожалуйста, там, да, вот, потом второй момент, секунду, я вот сейчас только скажу, да, это последнее. Вот у нас приходят сотрудники во время проверки, мусульмане читают намаз, они говорят, вы почему читаете в это время? Вот за это опять-таки карцы закрывают. А элементарно, если был бы человек, который бы занимался, а это поддерживал, их там, объяснял, ситуация какая, объяснил бы намаз, время-то у него там есть, несколько часов, можно там после проверки же можно прочитать, проблема решилась бы, конфликта бы не было. У раза во время в столовой там проходит как раз проверка. Ты пройдись, в столовой сядь, те же в рот, никто не там не заливает, правильно там это, но не накладывает. Элементарно посидел, проверился, ушел. Просто нет элементарно, нужно просто только работать. Что в колониях, что после колонии. Спасибо за внимание, извиняюсь. Спасибо, потому что то мы уважаем наших уважаемых трудников общественного питания, то мы уважаем труд наших уважаемых уборщиц, которая сказала в полшестого, я сказал, ну извините. А вопросы, если только коротко. У нас офис на 8 марта в общественной палате, в здании общественной палаты, да, дома НКО. И у нас есть свой общежитие свое в Лаишском районе, базируемся мы у ОХРБ, свой колхоз, там ребята у нас живут. И здесь снимаем коттеджи, квартиры также. Спасибо. Хорошо, вот межличностные вопросы, пожалуйста, в рабочем порядке. И лазбатнут лист, как говорят англичане, в последнюю очередь, но не последнее по значению. Эльмира Гафиатулина, научный сотрудник Центра исламовических исследований Академии наук Республики Татарстана. Тема ее доклада – опыт работы с молодежью в Татарстане и Северо-Казахстанской области Казахстана. Пожалуйста. Всем добрый вечер, я постараюсь очень коротко. Собственно говоря, почему были выбраны два региона Республика Татарстан и Северный Казахстан, поскольку я сама являюсь уроженкой Северо-Казахстанской области, город Петропавловск, прожила там до 18 лет и в 2016 году переехала сюда. Соответственно, я непосредственно как здесь, так и там находилась внутри межнациональной, так скажем, деятельности. То есть здесь есть Дом дружбы народов Татарстана, молодежной асамблеи народов Татарстана, где я параллельно являюсь пресс-секретарем. И есть Дом дружбы в Северном Казахстане, в целом в Казахстане, который возглавляет Назарбаев. Если говорить о профилактике экстремизма и радикальных проявлений молодежи, сравнивая Республику Татарстан и Северный Казахстан, то, к сожалению, Казахстан по всем параметрам проигрывает. Во-первых, если говорить о религии. На данном этапе Казахстан находится на становлении именно религиозного сознания, особенно среди молодежи. Потому что пока я училась в школе, носители, так скажем, этнические мусульмане, те же самые ребята-казахи, они абсолютно не знали ни, что такое намаз, ни что такое курбан, ни уроза, причем это дети из исконно традиционных казахских семей. Если говорить о мечетях, о работе в мечетях с молодежью, то в Казани, в Северном Казахстане, в Духовном управлении мусульман есть отдел по работе с молодежью, который регулярно проводит республиканский форум мусульманской молодежи, они выезжают в Болгарь, у них проходят зимние летние школы, у них раз в две недели проходит дискуссионный клуб, который будет сегодня, где они обсуждают именно те темы, которые волнуют молодежь, начиная от того, что есть ислам и как он соотносится с татарскими традициями, заканчивая тем, не знаю, мусульманская мода, как правильно должен себя вести мусульмане в соцсетях. В Северном Казахстане, к сожалению, из 13 татарских мечетей, которые были на период где-то 85-91 года, осталась одна единственная татарская мечеть, и то, которую два года назад чуть не закрыли и не устроили там ночной клуб. Соответственно, это единственная мечеть по всему Северному Казахстану, которая не только собирает татарскую молодежь, представители татарского населения, но и представители абсолютно всех национальностей, даже тех, кто этнически не является носителем мусульманской культуры. Это единственная мечеть, в которую люди идут не просто, чтобы прочитать намаз, а чтобы пообщаться с хазратом, получить какие-то знания и прочее, потому что все остальные мечети, они действуют номинально и больше являются таким экскурсионным маршрутом. И если говорить, вот последние несколько докладов были о работе с заключенными, именно в эту татарскую мечеть, она называется Дин Мухаммад, именно в ней идет работа с заключенными, с бывшими заключенными, которые приняли в тюрьме ислам, именно хазрат этой мечети, он получил образование в Уфе, в Российском исламском институте, он непосредственно приходит в места лишения свободы, он объясняет, он привозил туда Кораны, которые привез из Казани, из Уфы, и после освобождения люди ведут именно в эту мечеть, к этому хазрату. Помимо того, что он работает непосредственно с заключенными, там идет отдельная работа с молодежью, то есть, к сожалению, буквально последние только 2-3 года татарско-башкирский центр, он объединенный в Казахстане, начинает работу именно с молодежи, поскольку до этого, к сожалению, у молодежи, может быть, в силу того, что опять-таки они многие очень из смешанных браков, смешанных с казахами, с русскими, как правило, у них нет понятия национальной идентичности, и только-только происходит становление, в том числе и через мечеть, когда там есть примечетские курсы, где рассказывают о том, что такое ислам, правила тажвида, как правильно читать намаз, помогают решить какие-то определенные проблемы, в том числе подготавливают для поступления в средние и высшеучебные именно религиозные заведения, как на территории Казахстана, так и в Россию и за рубеж. Мечеть Дин Мухаммад — это, пожалуй, единственная мечеть в Казахстане, которая отстояла именно выборность имама, то есть на 10 лет им дали абсолютную свободу, они сами назначают имама, сами назначают маудзина и полностью ведут свою работу сами. То есть они действуют как филиал Дум Казахстана. Если говорить о межнациональной работе, то это Дом дружбы. В Казахстане там очень много сильных именно национально-культурных автономий, в том числе это азиатские, представители азиатских стран, это Таджикистан, это Узбекистан и это казахская диаспора. То есть это три наиболее сильных, наиболее важных национально-культурных автономий, которые ведут работу по пропаганде не только изучения истории Казахстана, но и по тому, как правильно нужно жить в мире, причем контактировать со всеми национальностями, поскольку в Казахстане их 117. Если говорить о республике Татарстан, то здесь более широк спектр молодежных организаций. Это Академия творческой молодежи, это Молодежная ассамблея народов Татарстана, это Ассоциация иностранных студентов и аспирантов, это Лига студентов. Но основная проблема заключается в том, что каждая из этих организаций, она перетягивает идеал на себя. Взять то же самое Молодежная ассамблея и Ассоциация иностранных студентов. Вместо того, чтобы соединиться и проводить мероприятия совместно, они студентов, которые приезжают сюда учиться из разных стран, они дергают их к себе. И есть такое негласное правило, что если ты пошел в Молодежную ассамблею, тебя в Ассоциации иностранных студентов просто не примут, либо наоборот. То есть в этом заключается еще проблема. Но эти молодежные организации, они стараются отойти именно от религии. Они пытаются свести до минимума именно национальный фактор, чтобы не было национальной розни. Религию они не затрагивают, но проводят всевозможные мероприятия. Например, есть проект, который курирует с Минмолом. Это кибердружина. Это ребят собирает. Вот в конце ноября у них будет школа, их собирают и объясняют, помимо того, что как нужно работать в интернете и как нужно фильтровать информацию и проверять, достоверно она или нет, заканчивая тем, что есть ребята, которые на своих национальных языках создают определенную группу ВКонтакте, пока что это только ВКонтакте, и рассказывают о Татарстане, об истории татар, о татарской культуре, о том, какие национальности проживают в Татарстане, рассказывают на родных языках. Поскольку многие ребята приезжают, они не владеют русским, тем более татарским языком. Для них вот такая работа, такой формат взаимодействия с ними, он позволяет им быстрее адаптироваться и влиться в татарстанскую культуру, скажем так. Ну, я думаю, больше не буду задерживать. Коротко, как-то так. Спасибо. Спасибо. Да, есть вопрос? Очень даже интересно. Спасибо. 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 Спасибо.